С начала текущего года в республике произошло несколько серьезных аварий, в которых погибли и пострадали люди, а также несовершеннолетние. В переводе на цифры, рост таких случаев по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 50%, число погибших на 100%, а число раненых на 36,5%. В каждом из этих ДТП погибли дети. При этом львиная доля происшествий связана с выездом на полосу встречного движения и соблюдением мер безопасности или превышением скорости. Однако немалую роль в возникших ситуациях сыграло качество покрытия автодорог. Дорожная инфраструктура дорог федерального, регионального и межмуниципального значения за последние 10 лет почти не менялась. За исключением двух обходных автодорог вокруг Саранск. Переходно-скоростные полосы для безопасного маневра обгона практически отсутствуют. Вопрос об устройстве уширений для обеспечения безопасных обгонов остается нереализованным. Не говоря уже о разграничении потоков транспортных средств, что и является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Об этой проблеме в Республиканском госкомитете по транспорту знают и активно ведут работу по модернизации автодорог. К примеру, в прошлом году в нормативное состояние успешно привели 340 километров дорожного полотна. Увеличился объем смонтированных пешеходных ограждений и дорожной разметки. Выросло и количество дорожных ограждений. Однако ответственные лица заявляют, впереди еще много дел. А именно восстановление и капитальный ремонт дорог регионального и федерального значения общей протяженностью почти 350 километров. Эти работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По дорожным знакам запланирована у нас установка 6840 дорожных знаков. 717 километров мы должны нанести горизонтальной разметки термопластикой и краской. 36 километров дорожных ограждений барьерного типа. 2122 погонных метров пешеходных ограждений турникетного типа. Мы должны построить и отремонтировать в текущем году 14 440 погонных метров линий искусственного наружного освещения. 7 936 сигнальных столбиков. Отремонтировать и обустроить должны 78 остановочных пунктов маршрутного транспорта. Все эти работы – часть пятилетнего плана, в котором учтены не только требования ГИБДД, но и самые актуальные жалобы населения. К слову, сообщить о низком качестве дорожного полотна, отсутствии разметки или знака теперь можно в Центр организации дорожного движения. Это пока новая для республики организация, которая занимается решением таких вопросов и помогает контролировать состояние дорог. Но, как говорится, на другого надейся, но и сам не плаша, и поэтому не лишним будет знать правила оказания первой медицинской помощи. Тем более, что в дороге она может понадобиться в любой момент. Дорожный транспортный травматизм – это вторая по значимости причины смерти во всем мире. Из числа пострадавших в ДТП около 70% нуждающихся в стационарном лечении, а летальность составляет 15-20%. Причем 50-55% случаев смерть наступает на месте происшествия, 2,5% случаев в процессе транспортировки, в 6% случаев в приемных отделениях и в 30-40% случаев уже в отделениях стационаров. Госпитальная летальность пострадавших в ДТП пациентов в 4,5 раза выше, чем при других заболеваниях. Статистика гласит, чаще всего в ДТП люди получают травму головы, перелом или ушиб, а безопасить себя во время движения несложно. Важно соблюдать скоростной режим, быть пристегнутым ремнем безопасности, детей перевозить в специальных удерживающих устройствах, не отвлекаться на разговоры по телефону и, конечно, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Большая профилактическая работа по ПДД ведется на регулярной основе, причем как со взрослыми, так и с детьми. Директор Республиканского центра дополнительного образования Ольга Уткина доложила, что в школах и детских садах Мордовии постоянно проходят обучающие тренинги по основам безопасности дорожного движения, а председатель регионального отделения ДСААФ Алексей Тюркин подчеркнул, пешеходы и, в частности, дети должны обязательно иметь на одежде свето-возвращающие элементы. Анастасия Целигина, Станислав Семин. Народные новости.